итак запись у нас началась ассаламу алейкум ва рахматулла барракатах уважаемые зрители нашего канала с нами руслан хайдар куда и назаров по фамилии вау алейкум ассаламу барракат дорогой бекбулат дорогие зрители я готов к вопросам сегодня возьмем интервью у нашего узбекского брата который вырос среди ногаев я вот слышал тема была тебя что обвиняли что ты узбек а почему-то в ногайскую тему тему улезаешь я знаю что тут такой неприятный вопрос конечно же но на твоем месте его или в морду дал были за заругался очень сильно по этому поводу есть такое были незначительные такие моменты в основе то с молодежью да когда объяснял ситуацию я вырос бабушкой которая была не просто патриотом была уже тогда была активистом ногайским давит она пыталась отстоять право как бы прожила всю свою жизнь среди карачаевцев принципиально не выучила карачаевский язык хотя это не составляет труда но многих карачаевцев обучила ногайскому языку я говорю и на карачаевском языке я считаю что как бы в этом ничего плохого нет но моя бабушка например была такая и она нас воспитывала в любви к ногайскому народу тем более мы большую часть жизни до были оторваны от ногайского народа и когда я приехал ногайскую среду я думал что я идеализировал я романтизировал но как бы больше больше то что она мне рассказывала это есть народе очень много плюсов и после поездки в дагестан когда я столкнулся с неприятными моментами что есть опустыню они есть беда землей которую иногда просто пытаются забрать я решил принять участие в какой-то защите земли и каких-то интересов ногайского народа чувство должен должен как бы перед бабушкой перед народом и я одновременно считаю себя и нагайцем и узбеком я знаю что многие считают что нужно определиться лава всевышнему у моего узбекского народа есть государство язык не потеряется в них в университетах высших заведениях преподается на узбекском языке но эти проблемы к сожалению коснулись моего ногайского народа если я могу быть полезным я хочу участвовать мои члены моей семьи поддерживать мои близкие поддерживают в народе есть поддержка и вот как бы эта работа ведется слава всевышнему есть результаты есть благодарные люди которые звонят там с разных регионах и говорят то что вы делаете мы поддерживаем нам это нравится и конечно же из-за того что кто-то мне задает вопрос ты вот узбек зачем тебе надо это меня не останавливает и думаю что люди со времени сами понимают что не важно чтобы я именно был по крови чистокровным если я верю в эту идею если я готов за нее стоять то имею на это право нога из кости ни один ногаец мне не имеет права отказать это мне старшие тоже говорят кто может запрещать себя на гайца называть если ты веришь в этот народ если борешься за него борешься может быть это слишком громкие слова как бы возможно печатливость какая-то не подумайте да я как бы не считаю что я что-то сверх делаю ты не переживай за это дело я спросил этот вопрос потому что некоторых некоторые элементы это волнует меня лишь это не то что не волнует я очень рад что за нас этнический узбек по характеру душой новой за нас уступает если ты в курсе то первый узбекский историк узбекстанский новой об этом есть видео на моем канале проблем с этим нету я считаю что в любом народе принимает участие активные люди ты воспитывал среди новая у тебя менталитет ногаевский истории как бабушка рассказывал ногаевский за последние полгода сколько поездок совершил дагестан в астрахани везде по всем дела более 30 наверно поездок было иногда как бы активисты старейшины приглашали в гости а иногда были такие не совсем приятные моменты опять же это нужно было стоять за землю за какие-то еще именно наши народные достояния когда мы чувствовали что нужно быть вместе там я старался ездить как бы сейчас меня в разных регионах люди ждут в гости знают общаюсь это и общины по северам по москве по питеру да это и коренные например в астрахани вот недавно была поездка в астрахани очень хорошо встретили спасибо им огромное большое салам если они вдруг увидят а мир мусаев эльдар и дрисов батархан ахай вот я фамилия кстати у меня проблема сейчас с именами потому что слишком много знакомлюсь с людьми понимая вот фамилия не знаю он переехал из чечни в астрахань занимается активистская деятельность вот тоже например человек приехал с чечни пробуждает на гайский патриотизм в астрахани отлично он не чувствует что он чужой там и люди чувствуют что больше родной потому что он больше делает так чем некоторые например которых просто живут конечно как про нас говорят башкиры и другие народы они удивляются такой маленький народ чуть более ста тысяч официально да создаем шум как несколько миллионов как башкиры говорят вот и соответственно 2017 года после съезда это то ли совпадение то ли пинок такой дали вот гордой пиццы ёжику чтобы он полетел у нас после 2017 года появилось очень много активных людей реально активных которые придумывают новые идеи новые мысли им приходят организовываются новые структуры наши целые государственные в интеграции с российской администрации допустим да это вполне я считаю очень хорошо и очень я очень рад что лично ты вот участвуешь в этом деле вот смотри ты говоришь неприятные моменты были да но приятные моменты у тебя тоже были когда тебя встречали как дорожающего гостя известного нашего знаменитого твои длинные волосы например уже известные на всему нагайскому народу как получится то что мы планируем я постригусь на лысо я это говорил не раз сейчас я думаю что люди пока терпением относится кстати что меня очень радует многие не придираются из старших там какая у тебя прическа главное твои взгляды твое рвение твоя отдача все а так насчет прически нет вопросов и тем более я это говорил да что я постригусь когда мы узаконим зарегистрируем совет старейшин начнет работать я в этот же день по отригусь на лысо люди ждут и стрижки не самого совета а так конечно приятных моментов намного больше я просто приехал китлярский район я с людьми просто заезжаю поздороваться времени не так много я и так много дней там пробыл я больше двух недель находился там я приезжаю режутся бараны делается корлями старики которые старше моей матери до встают с постели приезжают как бы мне руку подать да как бы поздороваться со мной это для меня наверно ты сам понимаешь какая-то для большая честь и такой пинок чтобы не было я уже не сверну потому что есть это поддержка это доверие людей конечно приятных моментов намного больше и даже те молодые которые говорили они как бы не имеют никаких претензий они просто их удивляет любого человека может удивить то что другого народа человек хочет участвовать там что-то организовывать возможно мне тоже возникли бы сомнений например приезжает какой-нибудь западенец и говорит давайте строить государство для нога став предположим я буду думать что он нас хочется поссорить с россией какой-то провокатор и это нормально я как бы был готов к этому ней дома это говорили как бы скорее всего такое будет люди многие из них то это взрослые люди которые психологию человека знают они смотрят мне в глаза и узнают что у меня на сердце и это очень хорошо что такие умные люди на самом деле вот не каждую эпоху наверное есть столько пассионарных активных умных людей как сейчас у нас народе у нас у нашего народа сейчас просто второе дыхание я это ощущаю просто я снял видео или там съездил куда-то я приезжаю домой я не сплю потому что мне всю ночь звонят это так такая активность народ народе исмаил черкесов расскажи про него это активист это патриот это старая гвардия которая на протяжении больше двадцати лет борется за права на гайцев пытается от стоять землю не пытается несколько раз он отстоял просто как бы земля очень ценится особенно на кавказе и это очень доходное дело и каждый пытается при кармане и благодаря вот таким активистам как он и еще несколько человек да я не знаю просто если я сейчас их имена буду перечислять они скажут а зачем ты меня расхваливал вообще зачем мне эта реклама нужно поэтому я просто очень скромные люди да даже когда про совет старейший разговор был я говорю вот так то так то про вас говорят они говорят хочу я я обычный человек люди многие отказывались и отказываются по сей день да хотя вот населенный пункт весь проголосовал да за человека и он горит очок и кроме меня не было горит человека я же достойные и в начинаем искать но более достойным вроде бы достойных очень много но народ не слепой народ видеть дела помнит у народа хорошая память вот кстати очень радует большая отличительная черта если 30 лет назад человек например допустил косяк или наоборот что-то хорошее сделал в народе все это помню и досье досье на каждого человека в народе есть у нас народ маленький мы только все знаем знаем кто чем дышит нас даже в семнадцатом году то что были чекистами об этом помнит об этом знает семейные уже этот как тебе такая идея пришла я как бы просматривал в разных народах есть я честно сам это не услышал оказывается в народе много лет об этом говорилось и на собраниях и лично да получается вот я многих людей которые это первыми озвучивали знаю лично я был у них домах кушал их хлеб да как бы с ними вместе ездили по делам это хасай ахай это баба юртовский район это исмаил черкесов озвучивал оказывается просто все примерно одинаково видели и проговаривали просто нужно было это в большем кругу наверно я так понимаю ты просто хайпажор честно не надеялся я я просто я же приезжал по домам и разговаривал со старшими я реально ездил в дом и говорил как вы смотрите насчет это старичный горят отличная идея и вот тогда я узнал до что это озвучивал хасай ахай смел черкесов да и просто группу ватсапе создал нескольких людей которые единомышленников мы начали там разговаривать подтягиваться регионы начали потом мы уже взяли такую смелость обращаться к аулу например там ямангой нефтекундский район проведите у себя голосование выберите они проводят в этот день проводят потом уже новой тарифе которые вы создавали да вот наши старшие огромное вам спасибо за это дело пусть аллах воздаст наилучшим в этих группах мы уже начали объявлять как бы проводите в аулах во многих местах прошло вот твой родной аул эдге в котором я гостил тоже долгое время как шарик выкатывался потому что так за мной ухаживали я у него дома находился разговаривал с авторитет нищим в ауле человеком как кстати имя узбек мы вместе ездили с ним снимали по проблемы с землей но уже стали выходят начало опустынивания я думаю что совет старейшим когда появится они вот эти вопросы решат очень амбициозные очень умный то есть амбиции не для себя а для народа вот они видят решение проблем многие работали на таких должностях где они обязаны были знать как спасать степи просто нужно было их объединить и сейчас вот мы ноги до молодежь смогли вот это сделать при поддержке но конечно мы не сами это делали на у истоков стоял на урбеках кайда опять же за это мне наверно подзатырник да скажет зачем хвалишь да как бы исмаил черкесов там многие другие и у истоков стояли поддерживали связывались там всегда предлагали поддержку там любую любую поддержку там хотите материальную моральную любыми способом мы поддержим эту инициативу и это нас толкало вот сейчас мы в основном передвигаемся вот сканглов один наш брат альберт ну на лет 10 старше да тоже молодой парень мы с ним были в астрахани у него очень много идей человека образованный в отличие от меня да как он разбирается вот ездили с ним в астрахани из для рвота последняя моя поездка это было позавчера я вернулся с кизляра нас опять же очень хорошо встретили но там уже больше людей на встречала встречающая сторона была активна да как бы кизлярский историчный участвовали тарумовские получается был ногайская района и смел черкес но он как бы в астрахани находился мы получаются с кичер выехали он с астрахани выехал разговаривали о совете старейшим как это сделать что сделали насколько продвинулись на что можем рассчитывать и вот сейчас получается мы одновременно в нескольких районах стараемся получить разрешение но я думаю что мухтар ажеков наш патриот патриот поддержит эту инициативу изначально мы с ним разговаривали он за то чтобы единый совет старейшин россии появился как бы сейчас вот переговоры с ним идут на счет кизлярского района в кизляре новый глава района кстати люди рады говорят человечный человек тавтология но нашей стране бывает и не такие случаи просто надеемся тоже то есть то что и он поддержит эту инициативу как бы у нас на всех уровнях как бы противодействие многие не понимали что мы хотим и пока изучали да не давали а сейчас как бы могается во всех сферах жизни россии представлены поддержка есть или от бизнеса и от молодежи и от спортсменов так что за чей счет катаетесь за свой как бы это недорогие же поездки на же все тут поблизости недорогие конечно я понимаю дорогие но эти поездка время занимает во вторых все таки ну не знаю на бензин на билет там не знаю покушать то по пути чего не такое по-любому же то есть нам предлагают как бы помощь и нас встречают на счет покушать у нас ну там знаешь ногайцам ездим один раз поезд неделю кататься можно атака смысле помощь когда реально нужно мы можем обратиться к тем же старешным которых они оказывают помощь да но из-за того чтобы не было вопросов если если в финансе брать у одного человека скажет это его люди а мы люди народа да мы из народа и не на кого-то так как бы вопросы чтобы не возникало когда совет старейшим будет когда будет там какой-то фонд или что-то еще можно будет а сейчас пока этого нет своими силами но интернет нам в помощь да мы со многими людьми мы по интернету связываемся договариваемся разговариваем о инициативах они уже там на местах что-то организовывать например тот же я монгой например я проездом был разговаривал с человеком с активистом патриотом он сам когда-то переехал из чечни он организовал у них правил прошло голосование по телефону я связался говорю вот так то так то совет старейшим он говорит отличная идея поговорю со старшими за пару дней он как бы решил со старшими провели голосование то есть не везде не обязательно все время ездить многие люди сами изначально то что мы думаем они также думают просто нужно нужно было бы кому-то начать это оказались полосе уж нему мы это мы оказались этот какой регион больше поддерживает если крым социалистическое соревнование куинтис у нас и опять нас хочешь вернуть в после после советского союза борьба между ногайскими районами дагестана к черт нет слава конечно где-то книги выпускаются где-то там ансамблей больше до ногайцы всегда в ногайскости это конкурент до соревновались это и сейчас есть кто больше на гайца так кто больше готов за свой народ так это же плюс я думаю что это плюс да вот как раз вот наша соревновательности вызывает такую большую волну чтобы нам кажется людям другим другим народу что нас миллионы хотя раз чуть более ста тысяч ну смотри я по поводу соревнований почему-то еще спросил насколько я помню хотели провести в астрахани почему там не получается во первых сейчас у них уже насчет карантина у них побольше заболевших нам же мешало вообще организовать это весной карантин и сейчас в астрахани то же самое еще перед выборами у них говорят политические мероприятия а как культурное нельзя представить если объединение народа то есть будет какое-то руководство это говорят политическая да хоть и наши наши там никакого разреза с российскими властями данность региональными не имеют но это воспринимается как политическое мероприятие поэтому побаивается так как у них вообще понятие ногаец да как бы просыпается же только ну ногаец как как субъективное образование да как бы они как бы есть среди татар живут тебе спокойненько танцуют да вот там например ансамбле есть а тут уже совет стареешь а наших регионов например карачао черкесия дагестан у нас ногайские районы существует да как бы с нами власти уже знакомы как политической субъектности да нога и ногайские района нагайцы как государство образующий народ наших регионов в страх они пока еще этого нет поэтому не получилось но они готовы сами приехать в любое место где мы сможем организовать проведение я скажу тоже как общественник мы все абсолютно все регионы были за провождение проведение совета старейшим то есть выбора да именно в астраханской области потому что лично я считаю и многие и большинство даже наших общественников считают что астрахань это инша аллах будущий центр ногайскости ногайства даже такой новый термин вот смотри получается я так понимаю делаю выводы да что ты один из тех младших ногайских это миссионеров татары же обзывают нас младшими ногайскими младшие почему потому что башкиры старшие башкиры это не средств понимается типа мы такие значит получается это ты там ходишь там понимаешь всех ногайцами записываешь совесть есть или нет у нас как бы даже те которые живут которые воспринимаются там татарами они же сами себя считают ногайцами просто и их власти ну конечно не без помощи казани и я их абсолютно понимаю лаба у нас республика братские народы я бы наверно понимал что стратегически важно переписать в наш состав потому что еще больше плюсов я татар не обвиняю я их понимаю но нам нам малому народу получается последнее забирать не надо у нас каждый ногаяц для нас важен я думаю что когда-нибудь это дойдет то вот этих людей которые пропагандируют за татарской среди ногайцев и то же самое казахов у меня нет конфликта не с татарами и с казахами по отличие от тебя да кстати мой брат сейчас секундочку подожди-ка я быстренько это самое здесь открою скажу детишки пришли мы так потихонечку заходите там сидеть хорошо так этот самый вот все пришел вернулся что хотел сказать вот насчет это миссионеров я понимаю татар понимаю принципе да это политика любое государство любой регион там любой народ это должен вести свою политику и антиполитику антипропаганду и антипропаганду это у них есть это отдельный регион республика даже считается не суверенно но все-таки республика автономия там и так далее у нас этого нету татарстан именно государство составе российской федерации 90-х годов соглашение там тогда автономия то не широкая было никто не против все за но я считаю что на антипропаганду антипропаганду тоже имеет право причем это же у нас не на уровне государства на мы на уровне вот тебя меня вот в принципе как обычные люди жители правильно не называете нас активисты а страха в астрахани до ездят с ногайсами там снимают видео разговаривать с людьми что подтвердите что вы новая я к этому отношению не имею да как бы я знаю этих людей которые делают но моя работа в другом у меня цель создание совета старейшин но из этих людей абсолютно душой поддерживаю было бы другая возможность поддержать тоже поддерживал потому что маленький народ и наш народ нужно сплачивать объединять и нельзя никому никакому народу позволять чтобы забрали хоть какую-то часть даже одного человека заберут это для нас это видно ощутимо и вред я думаю что когда-нибудь все таки вот когда как раз совет старейшин уже должен наверное будет вести взаимоотношения с татарстаном с казахстаном я думаю что они конструктивно смогут пока этого не было мы могли ругаться мы могли там друг другу отправлять тонны информации там исторической но это как бы такое дворовое да ни к чему не приходил не приводило а когда будет уже совет старейшим которому будет подчиняться народ уже с ним будет считаться государство будет считаться до казахстана я вас будет россия след с этим считаться да в россии дает нам это право это конституционное наше право мы ничего против не имеем государства государство нам дает это право объединяйтесь как-то защищайте свои интересы в рамках конституции к этому мы стремимся иншаллах это будет и они уже будут решать сказанию и составной у нас есть люди несмотря на то что у нас нет государства например у нас есть люди которые могут наравне с министрами иностранных дел там того же казахстана например есть порешать вопросы да конечно смотри такой я понимаю что сейчас очень вежливо очень-очень вежливо сказал я не бешусь политику но все же красный флаг или белый вот мы я сейчас это обсуждал со старшими очень много вот мы создаем получается официальный сайт совет остались но это будет официальный сайт всего народа и он будет как русская матрешка в нем будет много сайтов то есть отдельно библиотека там все будет и мне задают вопрос те люди которые состоят создают сайт что что будет на главном фоне какой флаг я бегу к старичным и говорю что делать красный скажу белых обиден белый скажем и оказывается у нас был один съезд где уже мудрые наши старшие выбрали эмблему эмблему это можно сказать ничего не значит одновременно значит то что под этой эгидой организовали съезд и много чего полезного обсудили и мы решили вот это эмблему использовать пока а потом наверное совет старейшим будет голосовать какой флаг это слишком спорный вопрос так ты пока два назвал где же треть есть вот поэтому по флагам это к нашим старшим это наверное не первые не первое заседание будет наверно решаться потому что если они первым флаг выберут это уже будет обиженная часть я думаю это со временем будет этот вопрос решаться народ разделенным слишком долго был обычной традиции язык вроде бы сохранился но что тоже какие-то отличие должны были быть вот разные умные люди создали флаги и сейчас каждая сторона хочет оставить свой каждый на историческое наследие полагался там вроде бы какие-то исследования сделали да ты опять меня вежливо сказал я не касаюсь политики хорошо поехали дальше я тебе еще раз задам вопроса да вот недавно вышла книга мурада заргешиева естественно и никто не читал потому что только что вышло ну по моему даже очень хороший вопрос насчет мема мем смешной но и раз люди есть которые могут такие смешные мемы создавать они пора ли нам создавать на ногайском языке комиксы очень красиво сделан просто использована в адрес одного человека до которую я уважаю есть есть к нему вопросы у большей части народа но ежели и дела положительные которые он делал я как бы не 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 беру ни одну сторону честно потому что кто я такой чтобы сказать огромная часть народа права или другая часть мне права насчет книги вот именно эта книга вышла никто не прочитал уже море шума я уже хочу эту книгу прочитать и опять же свое мнение я нигде не скажу потому что это на этом нужно иметь право в наше как бы есть понятие старше и младше за меня есть кому сказать да вот на орбега кайтом из молчат если это тех люди которые годами доказывали что они нагайцы которые заслуживают чтобы их прислушивались их мнение я услышал подожди это звонок пошел непонятно что-то понять не могу а все давай говори блин подожди кто-то мне звонит все проект как он мог позвонить если я отключился симки и зенера перебил тебя насчет книги жаркие обсуждения я думаю рановато делать конечно опять же мое мнение в разрез с мнением некоторых старших потому что они возможно за то что горячее обсуждение этой книги смущает название но гайлы но я живу в карачао-черкесии например где нагайцев называют карачао-черкесии например где нагайцев называют не только лы но гайларды вообще у ларда не лы даже а ла но гайла примеру понимаешь хорошая ла у нас вот но гайлар а у них р нету ла есть понимаешь но не лы например я говорю на карачао-черкесии как ты со мной можешь спорить если я разговариваю на карачао-черкесии говорят да это нагайский мой брат пришел да про меня даже говорят например да они говорят но гайлы я учился в карачао-черкесии школе изучал карачао-черкесии у меня вообще склонность к языкам была когда-то я карачао-черкесии знаю и они и ла и лы говорят это существительное или прилагательное я не настолько грамотный чтобы ответить на ваш вопрос для них это имя собственное получается получается вот именно для них это имя для них это кто они это кто они школьную программу я сейчас имена не запоминаю не мучая меня пожалуйста это еще люди увидят мой педагог будет ругаться хорошо ладно пропустим вот у них есть например фамилия ногайлиевы их ногайлы называли они были ногайцами да они стали сейчас они вошли в состав карачао-черкесии после депортации они стали карачао-черкесии но они ногайлы опять же видишь не ногайла а ногайлы то есть это использовалось но вот самая большая проблема казахи же говорят типа ногайлы и ногайла это не одно и то же но вайтарда если казахской вариации то есть они отличают эти понятия не горят какие-то мифические были ногайлы и мы получается да вот ногайцы кавказа астрахани и крыма никакого отношения к ним не имеем ну пусть тогда обоснования куда эти ногайлы делись но они говорят что ногайлы из них пошли каракалпаки ногайцы ногай и казахи вот не на основании этого делают эпосы нашей традиции там культуры историю общей делают я даже видел статью но года два назад наверное да или три может даже типа как сууоров резал казахов на северном кавказе я там конечно не обозлился потом и смеялся мне кажется уже плакать пора нам плакать вообще не время серьезно у нас есть просто огромный пласт мыслителей которые сейчас войдут иншаллах совет старейшин и у нас появится министерство культуры получается ногайского народа который будет культурой защиты нас есть историки у нас есть образованные грамотные люди я считаю вот эти перепалки в соцсетях это вообще не тот уровень который ногайцы должны вести да это как этап нужен был тебе например да говорят за это спасибо некоторая часть да это нужно было я сам понимаю что нужно было но сейчас уже мы выходим на новый уровень где мы свои интересы и права будем защищать уже более конструктивно и с кем мы вели вот эти интернет войны те которые просто больше матеряться никаких доводов просто маты в адрес наших близких нашего народа зачем это нужно пусть их историки наши историки как бы доказывает это и кстати есть же даже в казахстане реально справедливые историки наверное знаешь да вот этот молодой парень я не знаю что лишили его степени до историка или нет но он защищал интересы нагадцев и выступал против казахской пропаганды а пометах напиши потом после это как видео выйдет в комитах напиши фамилию найти казахи присылали как он на казахском языке для меня казахский язык доступны да я понимаю его может быть не полностью но понимаю как он ругает казахов говорит мы что казахских историков мы говорит открыто воруем историю этим дискредитируем свой народ свою историю как бы у нас есть своя история почему мы должны должны воровать чужое они по идее не нуждаются чужой истории но вот это их не знаю политика к нб что ли там или правительство ну хорошо об этом поговорим более подробно следующий раз я вне политики политики не хотел политики никакой частично частично конечно приходит как бы у меня есть друзья казахи да как бы знакомые казахи мы разговариваем на эти вопросы обсуждая не с нагайцами и сказали не полностью отойти от этого не не получается но как бы опять же есть люди которые более достойны заниматься этим делом что у меня лучше всего получается это ездить по регионам общаться я не историк каждому твоя стеза я свое иншалла нашел дай аллах что привела это к пользе для нашего народа я только что придумал этот анекдот кто такой интернет по-наргийски это руслан кайдар между регионами мотаешься ну что же я тебе хочу сказать от своего имени от имени своих единомышленников от имени большинства новаев огромное тебе спасибо брат наш никто на тебя не претендует и никто не претендует как на узбека и одновременно претендуем ты наш ты наш ты общий эпосы не общий ты общий ну давай на это тогда красивой хорошей ноте расстанемся иншаллах не последнее интервью у нас будет очень рад что тебя еще раз увидел на экране и очень рад что увидел сейчас вы не что перебиваю мы очень важный вопрос не обсудили вот сейчас у нас должно быть на днях конференция представители совета старейшин и представителя пнк то есть сторонники фнк изначально думали что совет старейшин появляется только за то что соперничает с пнк нет два органа готовы рука об руку вести нагасить народ к счастливому знаменателю иншаллах то есть такое единство народа случается очень редко я но как бы случилось я думаю что это интересно будет зрителям поэтому я решил сказать вот на днях произойдет конференция я я лично разговаривал с представителями пнк и многие наши единомышленники разговаривали они ничего против не имеют создание совета старейшин все что приведет благому наш народ мы поддержим и то же самое мы говорим вероятно культурно-национальная автономия это важный орган для нашего народа нам нужно его усиливать своими плечами вести наш народ лагу иншалла ладно спасибо за разговор реально ни секунды такой скуки не было очень интересно умеешь и говорить и все остальное я вспоминаю первое свое интервью ты видимо только со мной когда познакомился как-то средний было но сейчас я прямо в восторге тебя давай